Приветствую. По мнению Министерства юстиции Украины, представители ТЦК и СП не имеют полномочий на проверку документов. Вот такая новость сейчас завирусилась. И что самое интересное, если посмотреть первоисточник, то публикацию эту Министерство юстиции сделала еще 28 февраля. А завирусилась эта новость только сегодня. Ну а, конечно же, мои подписчики знают эту новость давным-давно, еще с прошлого года. Потому что еще в прошлом году мы с вами подробно разбирали, почему представители ТЦК и СП не имеют полномочий на проверку документов. И у нас есть четкий и однозначный ответ, потому что ни в одном нормативно-правовом акте на сегодняшний день такое полномочия не предусмотрено. И ТЦК и СП не могут проверять ни документы, удостоверяющие личность, ни документы, подтверждающие постановку на воинский учет, пребывание на воинском учете, либо снятие с воинского учета. И вот давайте теперь посмотрим, а что же написало Министерство юстиции и так ли все это на самом деле. Ну а перед тем, как мы этим займемся, хочу напомнить вам, что у меня есть телеграм-канал, информации в нем гораздо больше и появляется она оперативнее, чем в ютуб-канале. Также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. Вот такая публикация есть на телеграм-канале Министерства юстиции Украины. Давайте с ней ознакомимся и посмотрим, как и что они там пишут. Итак, она заглавлена вот таким образом. Повестки. Кто и где может их вручать? Основания для проверки документов. Ну и посмотрим, что они здесь пишут. Кто может вручать повестки? И отмечают, что повестки могут вручать представители органов местного самоуправления. И это так. Это соответствует постановлению Кабинета Министров 1487. Далее здесь указано. Керевники и предпринимательства установ организаций незалежно от подпорядкования и формы властности. Да, это тоже написано в постановлении 1487. Мы с вами прекрасно это знаем. А дальше, что интересно, они пишут. Посадовье особы районного, местного, территориального центра укомплектования, это социальной підтримки. И вы здесь скажете, стоп, а такого я что-то не видел в постановле 1487. И вы будете абсолютно правы. Почему? Потому что такого там совсем нет. А откуда же они взяли эту информацию? А эту информацию они взяли с совершенно другой постановы Кабмина. О чем здесь вот внизу, посмотрите, и сказано. Вот они здесь пишут. Часты на Один постановы КМУ 154. А давайте посмотрим, а что же это за такая постанова КМУ 154. А мы с вами знаем только одну постанову КМУ, которая касается полномочий ТЦК и ИСП под номером 154. И это та самая постанова, которой утверждено положение про ТЦК и ИСП. И, конечно же, вопрос, а что такое часты на перша, да? Вот в публикации сказано, часты на перша постановы. И мы не знаем, где эта часты на перша постановы. Может, вот это оно, да, под номером 1. Но здесь ничего такого не сказано. И мы прекрасно с вами знаем, мы читали уже эту постанову и знаем, что здесь полномочия только ТЦК и ИСП. И здесь ничего не сказано о том, что посадови особы могут вручать повестки. А где же это сказано? А сказано это в совершенно другой постанове. И вот давайте ее сейчас и посмотрим. А есть у нас вот такая постанова номер 352, которой утверждено положение про подготовку и проведение призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту. И, конечно, вы скажете, что стоп, а сейчас же идет вопрос мобилизации. А где здесь про мобилизацию? А нет здесь про мобилизацию. Здесь только про два вида службы. За контрактом и срочную службу, которую, кстати, заметьте, никто так и не отменил. Хотя многие об этом рассказывают, так называемые правозащитники. Так вот, давайте посмотрим. Здесь есть 56-й пункт вот этой постановы. Именно в нем сказано, что конкретные сроки, явки на призывные участки устанавливаются РТЦК и СП в повестках. Вручение повесток проводится через соответствующие органы местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и организаций, в том числе учреждений образования, независимо от подчинения и формы собственности. И дальше вот здесь написано то самое главное, что они написали. Повестки гражданам могут также вручаться непосредственно должностными лицами РМТЦК и СП. Но вот что интересно, все это касается, посмотрите, какого раздела. Раздел называется «Оповещение громадян про призовно-строковую висковую службу и их прибутя на призовни дельницы». А где же про мобилизацию здесь, скажите мне, пожалуйста. Нет здесь про мобилизацию. Ну и для того, чтобы вы мне поверили, что здесь действительно ничего нет про мобилизацию, и вот давайте поищем слово «мобилиз», да, вот во всех его, так сказать, проявлениях в этой постанове. Посмотрите, вот идется тут что-то про мобилизационный план, и давайте еще глянем, где идет про мобилизацию. Снова про мобилизационный план. Но здесь ничего не сказано про раздачу повесток должностными лицами, которые являются должностными лицами ТЦК и СП. И я понимаю, что судьи могут вот здесь использовать принцип аналогии, сказать, что должностные лица имеют полномочия раздавать повестки во время призыва на срочную службу, а значит, они имеют раздавать повестки и в связи с мобилизацией. Ну а это что же вопрос такой? Раздавать повестки? Ладно, имеют ли они право выписывать? А вот это уже совсем другая история. Но давайте вернемся к публикации, которая у нас есть на сайте Министерства юстиции. И вот так, что мы с вами увидели? Что вот эта ссылка на некую часть первую постановы КМУ-154, ну она как минимум некорректна. Более того, в этой постанове ничего не сказано о том, что должностные лица ТЦК и СП могут раздавать повестки. Ну вот как-то так. Это к вопросу, наверное, профессионализма того человека, который вообще публиковал, да, и писал вот текст для этой публикации. Дальше они указывают, что где могут вручать повестки. Законодавство не определено, где могут вручать повестки, а соответственно можно вручать где угодно. И в принципе, давайте, не важно где могут вручать повестку, я вот давайте так, я согласен даже на то, что вручить могут где угодно. Но вручать они должны повестку, которая заполнена заранее на мое имя. Потому что по-другому они не могут мне ее вручить, потому что иначе им нужно установить мою личность, а документы они проверить не могут. Как сказано здесь же, да, в телеграм-канале Минюста. И соответственно, что? А дальше они вот пишут. Чи мая право уповноважена особа ТЦК зупиняти людей та переверяти документы? Ні! Переверяти документы мають право уповноважені представники нацполиції, СБУ, нацгвардии, держприкордонслужбы. Но только не ТЦК и СП. А дальше они говорят, что их, вот этих уповноваженных представників, нужно утвердить наказом коменданта, о чем мы уже миллион раз говорили и разбирали постанову 1456. Дальше они пишут. Вот что интересно пишут, да. Поэтому сформировалась практика, когда працівники ТЦК спільно с представниками національной полиції здійснюють вручання повісток. Ну давайте продолжим. И как это так, как это так получается? Вот интересно. Дальше они указывают, чі мають бути у поліції якісь підстави для перевірки документів. І пишуть, так, посылаються на постанову 1456. І у мене знову вопрос. А чого ви посылаетесь на постанову 1456? Поліція проверяет документы на основі закона о нацполиції. Причем здесь постанова 1456? Поліція може проверити документы, даже якщо вони не являться уполномоченими лицами, які указані в наказі коменданта. Ім не потрібно це. Зачем ми привязуємо сюди постанову 1456? І тут перечень известних нам оснований, коли можуть проверити документы. Вот вони ідуть, ідуть, окей. Ну скопіровали вони. І, соответственно, вивод ми тут можемо сразу какое зробити? Проверити документы може тільки на тех основах, які підусмотріли. Либо законом України о нацполиції, либо в постанове 1456. А далі, клас. Чи маю я право запитувати в управноваженні особи під'євити якісь йому її документи. Ніж перш, ніж під'євити йому свої. Да, да, отвечає Министерство юстиції України. І що вони кажуть? Що у управноваженні особи завов'язанні пред'євити. Службове посвідчення. Все ми прекрасно понимаємо. Але дуже важливо, друзі, дуже важливо читати до конца. Тому що тут вже многих це порадовала публікація. Але і іной документ, який підтверджує під'євити під'євити. Копію приказа коменданта, котрим определени подразделения, які мають право на проверку документів. Зараз, конечно, ви можете всегда здесь сказати «Стоп, а де це определено? Це взагалі в якомусь законі сказано?» Ні, це ні в якомусь законі, ні в якій постанові не сказано. Але логика Министерства юстиції в цьому питані мені однозначно нравится. Тому що правильно. Довжди пред'явити документи, підтверджують, що ви действительно военнослужащий, що действительно у вас є уполномочий ли вас проверять документи. Тому що в такому світі любой чоловік, одевший военну форму, може ходити проверять документи. І ми вже виділи в СМИ публікації, де ловили мошенників, які в военній формі розводили людей на улицах. І, соответственно, третє. Смотрите, нужно назвати «Основання для проверки документів». А основанням для проверки документів является только тот перечень, який указан в законі, либо в постанові 1456. А це значить, що таке основання, як военне положення, нет. Мобилизация – тоже не основання для проверки документів. Проверка военно-учетних документів – це тоже не основання для проверки документів. Желання вручити повестку – тоже не основання для проверки документів. Вот це треба чітко помнить. Если отбросить некорректные ссылки в этой публикации Министерства юстиции, то саму идею нужно считать правильной. Идея заключается в следующем. ТЦК и ЭСП не имеют полномочий проверять ваши документы. Смогут они это проверить только в том случае, если их приказом коменданта, именно приказом коменданта, не приказом главой военной администрации, не приказом начальника областного ТЦК и ЭСП, а только приказом коменданта, их уполномочили на проверку документов. И только в том случае, если у них есть какое-то основание для проверки документов. То основание, которое указано в постановлении 1456. Если же они ходят вместе с полицией, то полиция может проверить документы только на том основании, которые указаны в законе о нацполиции. И все, и других оснований для проверки документов у них просто нет. И осталось во всем этом нам пожелать одного, чтобы представители ТЦК и ЭСП, представители других органов, включая национальную полицию, действовали исключительно в рамках и на основании тех нормативно-правовых актов, которыми регулируется их деятельность. И ни в коем случае не нарушали закон. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, поделитесь им в соцсетях и подписывайтесь на мой YouTube канал, и вы найдете еще массу полезных видео. Ну а я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.